все хорошо виктор григорьевич добрый день я давно смотрю ваши видео я не знаю лет 10 уже ну наверно по малорезку не было возможности внятно сформулировать свои мысли сейчас же уже есть несколько вопросов и в связи со всей этой ситуации с россией и украиной вы затрагиваете темы политические и они лично меня коснулись с началом спецоперации и я уехал из россии а конкретнее из крыма вот когда 14 году мы перешли в россию все люди сильно надеялись на светлое будущее но как-то вроде конечно развитие было но как как у меня спрашивают как как он теперь в россии я говорил раньше я переживал за маленькую страну теперь я переживаю за большую страну но переживания так у меня и остались за за обе вот но я сильно не не поменяю ход событий поэтому я решил что нужно свою жизнь устраивать и я решил уехать вот но со всеми этими ситуациями у меня такой вопрос вы говорите что мы забираем свои территории обратно вот но я не я не был в армии я не военный специалист но вопрос такой почему россия нанесла превентивный удар зная что на нее готовится нападение то есть разведка работает все суперспециалисты у нас есть вкс мы со спутников все смотрим знаем готовится нападение собирается армия мы наносим привитивный удар неужели мы не могли подождать там 15 минут до 33 дня там сколько то чтобы быть армия освободителя и дайте опять-таки до 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 атлантического океана освобождая все от фашизма сейчас получается что со стороны всего мира мы не совсем как бы корректно поступаем конечно с нашей точки зрения это все нормально но опять-таки текущими властями это не озвучивается как цель что мы забираем обратно свои территории грубо говоря вот получается что мы освобождаем от фашизма там от национализма от всякого такого но в общем вопрос такой почему нанесли превентивный удар хотя знали что готовится нападение почему не подождать вот как как вы считаете ну смысл в чем вот глобального большинство населения не понимает что происходит и не будет понимать это население что у нас что у них за рубежом то там будет что понимать перехват управления на всех источниках информации ты уже являешься плохишом вот неважно в какой ситуации они готовят тебя в плохиши много лет на олимпиаде ты плохиш до этого с грузией ты плохиш везде ты плохиш долго 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 ты плохиш и что поменяется здесь уже в принципе ничего не поменяется мнение на западе формировано по на как она называется атлантическая связка или как но программы которые подчинили все европейские сми одной большой атлантической цензуре не упоминается прямиком британия но США и британия в этом контексте являются определяющими вот представь что неважно что происходит но будет цензура и будет формирование общественного мнения канадцы сформировали свое общественное мнение задолго до всех событий вот вообще одновременно там не помню совсем точно по годам но одновременно с майданом в канаде было сформировано мнение что русские плохие что мы себя не так ведем глобально это было сделано не самими канадцами это вот как раз в рамках спецслужб таких как мишей сформируется мнение канады что влияет на мнение сша само по себе мнение мне общественное мнение это такая стыдная хрень вот представьте ваше мнение формирует средства массовой информации вот вы являетесь лютым скотом неважно где с какой стороны земного шара вы находитесь ваше мнение формируется средствами массовой информации причем формируется как формируется с большим большим перекосом от истины вот есть белое есть черное есть серое вам загибают прям вот это вот серое в черное или серое загибается белое в зависимости от от поставленной задачи сейчас среднее европейское мнение формируется к чему супер люди россия хреновая китай хреновый все европу обижают так далее так прочее надо 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 последнее чего не полякам то задвинули такой тезис прям боевой проходной типа война все равно случится ну промывка идет грубо говоря вот представь польша никуда не собиралась воевать а им говорят лучше а и позора нельзя избежать вот какая-то фраза я вот сам тезис не могу сейчас поймать и если позора нельзя избежать этот тезис кто соглашается на позор вот все равно получит войну вот-вот-вот-вот тезис маленько поточнее вспомнить поляк поляков подводят на эту тему то есть поляки уже некоторые начали бежать из польши потому что понимаю что их и на какие-то там временные учения загоняют а непосредственно на войну то есть общественное мнение это сформированная вещь которая рулит вполне конкретные дирижеры которые делают что пожелают это вот когда вам представьте на украине полностью невозможно высказать чужую то другую точку зрения за другую точку зрения ты будешь прямо на месте наказан специально обученные люди тебя будут истреблять на месте наказывать на месте и так далее просто за другую точку зрения а что такое другая точка зрения тебе нельзя ее даже сказать нельзя озвучить это ты доведен до скользкого состояния ты превращен в животное конченное которые адресируют это вот весь народ украины доведено до этого состояния и то же самое по европе поэтому чтобы невозможно понравится гопнику поэтому нехрен нравится гопника надо только долбать что ты хочешь понравится вот такими движениями и такими это просто твоя дрессировка внешним мнением и адресируют чтобы ты так нападал нападал попозже когда будет уже все готово а когда уже все готово вот мы сейчас в принципе дано делали там каких-то просчетов каких-то ошибочек тактических но стратегически мы просто отрабатываем вещь если какую вещь мы один разделенный народ нас разделили британцы своими вот этим вот лютыми схемами да вот мы сейчас с украинцами поделены разное государство чем больше нас дробить тем мы станем слабее в конечном итоге и у нас у украинцев все отберут или будут использовать вот как поляков сейчас вот что такое поляков погнали на войну их никто не спрашивал британцы сказали поляки идите убиваться самоубийцы об русских русский самоубийцы а поляках это вот делает британц то есть они поляков используют к скот планируется точно также сейчас данный момент они используют украинцев как скот они загоняют их на войну они загоняли на донбасс они запрещают запрещает кто британцы запретили мирные переговоры вообще любые переговоры зеленскому поставили условия невозможные для переговоров когда придет жопа конечно не буду там сохранять украинское государство до последнего но сейчас они ему запретили они загнали украину воевать украинские люди не имеют возможности не за войну не против но грубо говоря половина страны конкретно нахрен на ваша война но никто не имеет права это сказать ваше общественное мнение формируется искусственно а частное мнение вам не дают озвучивать то есть доведены до скользкого состояния в результате чтобы мы не исполняли как бы мы подгруппников не подстраивались напали позже или после того как бы по нам проехались уже раздолбали убивали миллионы людей в крыму и так далее мы бы ценой большой крови вас заходили бы обратно это все бесполезное мероприятие ориентироваться на этих балбесов все равно ты будешь плохой это уже был плохой до этого и останешься плохим неважно это все собрежуйство в средствах массовой информации оно не имеет отношения к осмысленному решению понятно но мотивация внутренних сил людей которые живут российской федерации она что же важно правильно именно вот мотивационная составляющая потому что сейчас получается что мы как бы используем свой свой человеческий ресурс для освобождения братского народа от фашистов но грубо говоря от нацистов а если бы грубо говоря мы подождали то совсем был бы другой повод что ребят на нас напали вот такая фигня и надо надо отстаивать свою землю а потом окажется что и соседняя земля тоже наша неважно и перед первый ход с крымом уже сделано это неважно вот тут первое что это неважно скрывать его чем отличается заход в крым от захода в украину скажи мне пожалуйста да ничем заход в крым был заход на в кавычках на территории чужого типа государства с внешней стороны но он был без единого выстрела какая разница с выстрелом без выстрела это заход только одни могут рассказывать что на территорию чужого государства мы можем рассказывать на территорию нашего государства незаконным образом подделенного на части это территория проживания нашего народа единого народа который германию разъединили германию разъединили потом она от соединилась так ну да реакция на это все какая была со стороны католического мира положительная правило а здесь строго отрицательно дерутся до последнего то есть их задача обычная и задача нас нас делить чем больше мы поделены тем мы слабее сейчас это можно не понимать вот украинец может жить в таком приватоком состоянии что есть европа что есть там сладостный мир и далее так прочее он туда стремится думаю что он будет жить там лучше да но это переход в скотское состояние когда ты решаешься полностью суверенитета переходишь туда ты переходишь скотское состояние тебя потом будут использовать как бычка на ферме когда придет время ты пойдешь на мясо сейчас поляки пойдут на мясо это прям реальность поляки будут с нами самоубиваться за них это решили это утрата суверенитета с украиной то же самое за они утратили суверенитет и пошли на мясо и заставляют с нами самоубиваться их подготовили подготовили общественное мнение с которым в принципе половина украины нахрен не согласна но это подготовили но сегодня свет свежие эти кадры когда прикручивают столбам людей у которых находят российский паспорт на украине опять по новая эта вся тема это просто травма народа это ну мрак ладно принципе я с этим согласен но было бы лучше если бы звезды так сошли что напали тут было бы лучше но не просто не принципиально но вот мне интересно вот это текущее правительство оно вообще понимает чтоб что происходит что наше правительство ну да 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 и у меня это понимает почти все кроме того что инициатор этого всего британия понимаешь это вот вот мы сколько мы месяцев начали об этом говорить на нашем канале и только потом через несколько месяцев началось эхо да стали упоминать британию сми и так далее так прочее раньше и упорно не замечали прямо упорно и на верхнем уровне многие чиновники сейчас не замечают и не понимаешь что рули то на самом деле все вот эти действия это разработки мишель в том числе взрывы газоправоводов и так далее все это отработки и ядерная когда так она нас пойдет она будет опять же это все будет британская разработка это вот стратегия вся по обработке нас это британия понятно а тогда тогда такой вопрос не считаете ли вы что того путина который был там в 2000 там давно уже нет есть двойник или тройник какой-нибудь говорящая голова которая может высказывать какую-то точку зрения правительства и его и и мы и не не получается ли так что и в россии тоже британское правительство потому что как-то сильно по плану все это идет и не получили не получится ли так что эта война будет идти пока не перебьют вообще всех из той стороны и с этой стороны по объективным показателям россии не британское правительство это раз кроме того по объективным показателям дохрена чиновников инвазированных из британии во все структуры в том числе правительство но верховное управление наше и это наше как бы счастье что у нас верхушка самая там несколько ключевых даже должна сеять это наши ровные мальчиши которые за россию они чистят россию чистят этих британских прихвостней выдавливают отовсюду проблема в том что сейчас нас валят извне информационно вот было информационное затишье когда ну вот прям вот пару месяцев там не было утром четко никакого поклёпа на путина никакого поклёпа на россию тогда это больше а сейчас начались реки гноя в наш интернет потом реки и фильмы многочасовые о сравнении путина и гитлера и блин всякие бабки вещалки и все вот этот поток катится 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 за готовленный поток в результате этого всего должно быть быкование народа против власти неверия власть это вот один в один калька как семнадцатом году было и подготовка в россии развал россии изнутри когда подрыв доверия темных масс населения к институту монархии в правительству так далее так прочее заливка этого гноя вот сейчас то же самое происходит просто обрабатывают и в результате получаются эти вопросы не получается ли так что само правительство себя как это называется компрометирует тем тем что она не честно ведет себя со своим населением то есть брехня полная брехня вот никакого нечестного поведения со своим населением нет есть какие-то тупости отдельно взятых чиновников на мелких должностях а фундаментально никакой политики вот это вот нечестности нет это блин ну где вы это берете вы берете это в интернете вам в голову это бьют вас зомбируют ребята и раз получается с такими вопросами ходите если вы сами этого не понимаете чем конкретно удалось чем себя дискредитировал правительство мишустина ну-ка чем чем расскажи ну вот говорят что мобилизовали там 300 тысяч и показывают в интернете кучу видео о том как эти мобилизованные там в каких условиях скажи одним предложением правительство мишустина себя дискредитировал тем что мобилизованные тем что они в начале в начале говорят что никакой мобилизации не будет потом она случилась так стоп 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 вот ты пошел в поход тебя три утра спрашивают вы будете есть горюш нет мы не будем есть всем часов завтрак да мы едим ничего такого по тем под тем обстоятельством не надо было мобилизацию вроде как проходили без мобилизации потом министерство обороны запросила человеческие ресурсы это реально да он потребовался потому что нагрузили много тысяч польских наемников канадских и так далее потому что заперли кучу вооружения увеличилась и ничего так чем правительство мишустина себя дискредитировала тем что позволила себе мобилизацию или позволила себе мобилизацию не так как это кому-то нравится или чё чем чем правительство мишустина себя дискредитировал расскажите пожалуйста тем что по моему мнению тем что не успокоила вовремя бывающая масса населения что ли не все поведалось и все рассказала а может не надо было это из тактических соображений это рассказывать вот соединой точки зрения не надо было рассказывать о том этапе о мобилизации и чё мы об этом думать не можем будем бы ковать просто потому что нам не рассказали то нам до хрена вам много во время военных действий просто не положено рассказывать если вы готовите мобилизацию вы не должны об этом рассказывать заблаговременно вы уведомляете противника своих действиях и чё а вам вам не рассказали вас обидели вот довести до обиженного состояния млекопитающих это одна из часть частей боевых действий информационного фронта по отработке скота населения страны чем мы больше на это поведемся тем мы больше лохи также чем еще дискредитировал правительство мишустина я по предыдущему вопросу хотел еще сказать почему нельзя было сказать что что есть эти наемники со стороны украины что есть подтягивания европейских сил и стоп 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 powция перед началом Such мира это во всех СМИ есть кто есть наемники зачем докладывать вот дворнику зачем докладывать вот вы пошли на рыбалку зачем вы должны об этом докладывать дворнику есть полномочия есть люди получившие полномочия заниматься. Вот Министерство обороны не должно докладывать домохозяйцам о том, что оно делает некоторые вещи. Оно их просто должно делать. Не докладывается. Понятно. А как же мотивационная составляющая солдат? Вот с мотивационной составляющей солдат есть специальные службы, которые занимаются мотивационной. Пресс-центр Министерства обороны и так далее. По идеологической обработке аналог наших бывших зомполитов. Все это есть. Они занимаются. Они занимаются так, как видят это. А если вас что-то не устраивает, вам кажется, что вы бы на их месте были лучше, вы просто реально быкуете, потому что подняли волну населения, чтобы оно быковало против Министерства обороны, против правительства, чтобы их что-то не устраивало. И эта волна недовольства подгонится все то же самое по-британским средствам воздействия на нас. Всего лишь так. И вы успешно отрабатываете поставленные перед вами задачи. Ну, да, возможно, возможно, так оно и есть. Согласен. Хотелось бы просто, чтобы немножко как-то честнее это со стороны правительства было по отношению к населению. Я просто вижу, как это происходит здесь и в Европе. так и не поняли, откуда вы. На данный момент я в Ирландии нахожусь. И, кстати, ваш тезис о том, что здесь продвигаются эти пенсии и люди как бы с этим соглашаются. в том коллективе местного населения, с которым я работаю, в англоговорящей среде, я не встретил пока что еще ни одного человека, кто бы одобрительно как-то или как это называется? Ну, ирландцы ровные мальчиши, они как бы это все притонуют, но ухреня не имеют. Да, да, они сильно против. Прям сильно. И у них тут чуть ли не то ли не президент, то ли не премьер-министр, там где-то его в каком-то клубе застали, что он там с кем-то целовался. И, короче, тут такой кипиш был по этому поводу. Ну, среди местного населения. Понятно, что там это не выехало в СМИ куда-то далеко, но местные здесь сильно плевались и говорили, вот Зеленский там супер, вот Путин, вот эти наши местные пенсии, они там, короче, надо гнать их. Ну, то есть это чисто местные. Они знают, что я... И еще раз, можно повторить, Зеленский что? Они говорят, что вот Зеленский, понятно, что здесь много сейчас об этом говорят, даже по местному СМИ, что вот он вот нормальный мужик, что вот Путин нормальный мужик, вот эти типа люди, а наши, типа, наше правительство, там, спасные пенсии. раз. Это то, что говорят местные. У них и Зеленский хороший, и Путин хороший, я правильно понимаю? да, да. Хотя местным ирландским СМИ, да? Ну, это нет, нет, это не местные ирландские СМИ, это то, что говорят люди в моем коллективе, в котором я работаю. Это не по СМИ, это у них такое заключение местного населения. Те, кто не местные, им как бы все равно, а те, кто здесь именно коренные ирландцы, они вот, они все это слушают, свое радио, там, свое телевидение смотрят, они в курсе этих событий, вот, и вот мнение общества такое, поэтому они против расов, особенно больше против своих, которые в этой стране, так что, но понятно, никто это не может сказать громко, потому что политика сейчас другая, и нельзя так говорить. Что я, хотя, а, вот, мысль какая, здесь как-то выносятся на какие-то вопросы поднимаются и проводится какая-то работа с населением на уровне, а вот нужна ли нам вот такая штука, например, какая-то там, какую-то дорогу строить, чтобы здесь разгрузить, то есть как-то как-то типа советуются с населением, и население здесь может отстоять свои права. Вот, это то, что я видел и наблюдал, как здесь хотели в какой-то там жопе мира построить для украинцев целый лагерь, население сказало, не-не-не, ребята, нам здесь эта коммуна украинская не нужна, давайте, думайте как-то как-то иначе, и правительство, оно развернулось в другую сторону, стали что-то думать иначе, вот, потому что хотели построить типа городок, какой там, не знаю, тысяч на пятьдесят, может быть, но местное население, не-не-не, нам тут это не надо и получилось, что как бы есть контакт между властями и населением и население оно оно как-то видно, видно, что оно может повлиять, может быть, это все театральная постановка, что и правительство изначально не хотело этого ничего делать, но надо было показать, что население против, они такие развели руками, может быть, но внешне это выглядит вот таким образом, что власть контактирует с населением и прислушивается к нему. У нас получается ситуация другая, что вроде бы как бы что-то спрашивают, но по факту делают то, что считают нужным. Вначале, но это из тезисов, которые понятно, что они из интернета, говорили, что пенсионный возраст не поднимут, подняли, говорили, что налоги не повысят, повысили. И получается, что вот когда все эти тезисы за года, там, Путин говорил, что конституцию менять не будет, поменял. Говорил, что за власть держаться не будет, держится. и получается, что вот эти все тезисы за года, когда их собирают, и они все одни большим пакетом выглядят, ну, не совсем красиво по отношению к населению, что все, что говорили... Вопрос понятен. Смысл в чем? По Ирландии. Ну, недавно еще ирландцы там с оружием легали. Взрослым. Вот такое. Вот. Поэтому сейчас о чем-то их так вот не спрашивать. Они сейчас исполняют политику просто такую перестраховочную по отношению к ирландцам. Возможно, есть что-то некое подобие по отношению к шотландцам. Ну, и это нормально. Ну, по-нашему. Ну, нет, пожалуйста, слово вам. Дело вот в чем, что у ирландцы армии нет. То есть, у них нет такой армии, Ирландская армия это пацаны сидящие дома, которые, если при спичи, то не встанут. Ну, может быть, но местное население не знает вообще, существует ли ирландская армия и что она из себя представляет. То есть, это, ну, их нигде не видно. Конечно, конечно. Все вот так и должно быть. Может быть, они спрятаны где-то. Они всегда были не видно. Ну, понятно. С этим все понятно. Об этом можно, спичок книг написано, об этом можно почитать и даже кино посмотреть. По России, насколько можно спрашивать наше население. Вот у нас что происходит с населением? У нас градация есть, да, есть консерваторы, есть крайние радикалы с обеих сторон с правой стороны и с левой. С левой это либерасты, справа это радикалы-коммунисты, которые, построив психики, могут переходить из одного в другое. Сейчас раскачиваются оба потока, но в основном либерал-радикалы. Вот. Раскачаны они до такой степени, что у нас общее формирование голоса России, оно протекает именно со стороны либерального крыла. Оно науськано, профинансировано, за многие годы сформировано, выдвинуто на позиции, когда чем больше либераст, тем его быстрее продвигают СМИ, на каналы, на радио, на какие-то должности. Вот этот либерастный след, он, грубо говоря, просматривается. Теперь, о чем можно спросить, вот подпастух выгоняет, допустим, просто стадо утром. Он может просто выгнать стадо утром, да, и погнать на пастбище, на следующее пастбище, которое было после вчера. Если он попросит стадо, стадо, куда мы пойдем, куда лучше пойти. Стадо будет до обеда спорить, куда ему идти, в результате оно не будет накормлено, вечером оно будет выть голодное и так далее. Вот примерно. Это если про стадо, ассоциации и про деревню. Что происходит у нас? У нас народ, у нас народ, вот трезвомышляющая часть населения, она очень мала, и она социально малоактивна. если что-то вообще народ спрашивает, это просто называется поднимать смуту. Вот спроси народ хоть о чем, это будет смута сразу же. Неважно. Будет драка, будут сопли, будут визги в интернете, будут, битва будет. Вот он не задумывался над этим, но его спроси, сразу начнется лютость. Поэтому я вообще не представляю, как народ о чем спрашивает. У вас есть законно избранная власть, которая по всем признакам преследует интересы нашего народа. Не внешнего управления, а именно нашего народа. Когда пробирается во власть какой-то внешний агент, его дожимают, выявляют, наказывают и так далее. Взяточников тоже выявляют, наказывают, но мы профессиональные взяточники по природе своей. Взяточник вот этот вот хвост, который шлейф, который идентифицируют с Путиным, начиная с пенсионной реформы и так далее. Но пенсия в том виде, в котором она есть, это вот был один большой фейк на протяжении вот всего вот этого постсоветского периода. Это было понятно, что это ну глютое вранье, что экономически это несостоятельная схема, что так или иначе средств на ее поддержание не будет. И мы просто дошли до этого момента, что с этим надо будет что-то делать. Вот как сказать, есть возможности финансовые, из них можно выпрыгивать, самим себя обмануть, но это ни к чему хорошему не приведет. и вот эти тупики как бы по ним приходится принимать решения, они не будут популярны. Но у них что есть, у них насобираешь вот эти отрывки и переходить на личности. Фундаментально человек работает и просто надо радоваться, что у нас такой товарищ попался, выдала, карта так легла, что мы все эти годы вылазили из дерьма. С чего начиналось? У меня знакомая мастер спорта занималась, представляла Россию по дому из вида спорта и рассказывала, что на период, когда Советский Союз развал первые годы ей было устойчиво стыдно, что она из нашей страны. Это вот та мерка, та мерка, когда Путин взял власть, когда людям было реально стыдно за нашу страну и мы за этот период выбрались из этого дерьма. Он выводит нас из этого дерьма. Были альтернативы, такие как Глазьев, мало кто помнит, да? Всякие там вот эти вот балбецы Грудинины, это скатывание обратно в бездну. А так мы с этим человеком многие-многие годы идем не в грязь, а в князь. Выбираемся. Поэтому единственное, что есть у этих оппонентов, это просто разжигать недоверие, вести любую смуту, переходить на личности, демонизировать фигуры и так далее. Это обычная информационная война. И относиться к этому надо как к войне. Матрус Катюшек доклад окончил. Я понял. Жалко, что нет массового разъяснения этих вопросов для населения. И старое население поколения, там, которому 65, оно свято верит в светлое будущее. При этом они из окна видят грязь по самые уши у себя на улице и в администрации этого поселкового, этого населенного пункта в поселковом совете говорят, что извините, по документам ваша улица асфальтирована, с разметкой освещена, а по факту там грязь по самые ушки. Но тем не менее они смотрят в ящики, верят в светлое будущее. Я не знаю. А население моего возраста 35 и 30, оно не верит этому всему. Видимо, его достаточно сильно обрабатывает интернет и мнение. Но если подрастающее поколение 16 лет не хочет оставаться в стране, а хочет свалить куда-нибудь где получше, то это очень грустно. Ну вот это очень грустно с точки зрения будущего страны. потому что с одной стороны вроде у нас есть дофигища средств массовой информации и есть пропаганда, но она работает через такую жопу, что тем, кто постарше, им некогда этим вопросом заниматься, потому что они заняты выживанием, заработком денег и прокормкой себя и там своих стариков и своих детей, а те, кто на пенсии они только в ящике смотрят, на них эта пропаганда работает, а те, кто помоложе, они телевизор не смотрят, они смотрят только интернет и ну все. Мир несовершенен. Да, но у меня складывается впечатление, что все идет по такому четкому плану тех же самых британцев или кого-то, что этих мобилизованных рано или поздно их просто переубивают, а потом просто некому будет защищать страну, ее просто распилят на какие-то мелкие кусочки. Это лично мое такое мнение, что вроде бы и ракеты есть, вроде бы и военно-космические силы у нас, космос, да, и в то же время какие-то дроны из Украины прилетают в какой-то аэропорт, какие-то ракеты прилетают в Крым, и возникают такие вопросы, а где ПВО, где разведка, как это все работает, то есть, ну вот сейчас новые данные, что эти дроны непосредственно были разработаны США и Польша, привезены из Америки. Да это неважно, а где наше ПВО, почему оно не сработало, то есть, вот эти вот видео в интернете, что мобилизованным дают ржавые автоматы, это же не постановка, или это постановка, или это театр тоже. На такую толпу можно найти ржавые автоматы, и что в этом критическое, оружие чистить надо, нужно где-то гранило, что ржавый автомат, что проблема-то, ну ржавый, ну подчислено. Ну не знаю, просто как-то по ящику говорят одно, а в интернете показывают другое, то ли очень хорошо работает театральная постановка население. Вот разбудить можно любую, вот до истерики доводить можно разными способами, а ржавый автомат, а все пропало, а палатка, а буржуйка, а сидели на призывном, а к нам никто не подходил. Довести себя до истерики можно чем угодно, но в конце концов все равно все забрали, все прошли воинскую подготовку, и автоматы стреляющие, почищенные, уже не ржавые, и так далее. Есть пессимисты, есть оптимисты, есть адекватные. Ну, на этот счет я слышал такую байку, что пессимист говорит, что ну все, хуже уже быть не может. Оптимист говорит, нет, нет, может, обязательно будет еще хуже. Так что тут ладно, я считаю, что вопросы по России можно закрыть, у меня вопросы еще есть по тому, что вы делаете с разумной цивилизацией и тому подобное, вот эта деятельность. Я бы хотел спросить, у вас есть план по развитию, был ли он когда-то озвучен, что по созданию разумной цивилизации, по ее развитию, вот есть этот какой-то план? мы делаем вот это, а завтра вот это. План простой, собрать людей, способных этим заниматься, и среди этих людей выявить людей интеллектуально совершенных, интеллектуально способных, потому что к нам подтекаются-то все, собираются все, но к нам и бобры подтекаются, приходят. Причем нужно какое-то время, чтобы люди ознакомились друг с другом, поняли, кто бобер, кто не бобер, адекватные друг друга узнали, запомнили, смогли настроиться на сотрудничество и так далее. Моя задача поддерживать огонь, чтобы это все не затухало. Моя задача, поэтому я, собственно, и занимаюсь. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь, я выпускаю какой-то контент, чтобы об этом кто-то помнил, чтобы дело не стояло. В результате у нас рождаются какие-то проекты, которыми мы занимаемся, публичные или не публичные. Очень хороший проект, это вот как раз мы сейчас ребята делают этот информационный блок «Альтернатива Википедии», где будет достоверная определение и так далее. Мы чем-то занимаемся, задача не сдуться, потому что последний оплод разумной жизни на этой планете. Надо двигаться. вот именно с этим у меня и связаны вопросы, что с одной стороны у вас есть очень маленькое количество людей, которые здравомыслящих и как-то интересующихся и разбирающихся и пытающихся найти истину, ее понять и тому подобное. А с другой стороны огромное количество людей, которые совсем вот эти бобры или как они, которые с одной стороны никогда этим заниматься, с другой стороны не хочется. И у меня вопрос такой, что ну вы же это понимаете, да? Да. Вот. И ваш призыв, вот у меня вопрос записан, ваш призыв, что нужно распространять видеоинформацию по интернету. Вот то, что вы делаете какой-то контент, и вот его нужно распространять. вопрос следующий. Вы и ваше окружение, вы понимаете, как должно выглядеть вот это видео, которое разумные могут показать неразумно? Как оно должно выглядеть? Вот это контент. Мы перепробовали много разных способов подачи информации. Вот вот этот способ, которым происходит сейчас, которым распространяется информация, которым пришлепываются и создаются эти видео, манеры изложения и так далее, но он дает какой-то эффект. Если будет альтернативный способ, если вы предлагаете какой-то альтернативный, мы готовы параллельно рядом запустить альтернативный проект, давать более доходчивую информацию и так далее. я не думаю, что что-то поменяется, но давайте попробуем. Вопрос заключается вот в чем, что вы говорите, что вся разумная цивилизация работает на инициативе, импульсно. Как вы считаете, на этих называемых импульсах можно противостоять текущей системе и локомотиву вот этому всей науке? Вы про пессимизм? Нет, я не про пессимизм. Я про то, что вот был такой Рыбников, вы слышали, знаете, и есть общество вокруг этого Рыбникова, те, кто верят в это, они там как-то в нем разбираются и вот человек умер. И это общество, оно как-то оно потухло. Должно взгутся в теории. Вот. У меня вопрос вот в чем, что на данный момент вы, как вы уже сказали, что вы занимаетесь тем, чтобы это общество не потухло. Сколько жизней собрался? поживу маленько еще. Может быть, смысл какой-то создать план? То есть, грубо говоря, ребят, нам нужно создать конкретное предложение, вносите. То, что мы можем отработать. Давайте. Понял, вношу конкретное предложение. для создания того видео, которое я лично смогу кому-то отправить, нужно финансирование. Нужны деньги, чтобы нанять человека, который конкретно будет над этим вопросом работать. Тех, кто озвучивает с красивым голосом. Дальше, дальше. Понятно. Вам нужны деньги? Мне нет. Мне бы хотелось, чтобы вы смогли озвучить на публику, что, ребят, мы собираем вот такую сумму денег для того, чтобы создать такое видео, чтобы вы все, как научно-познавательное какое-то, чтобы вы все смогли это видео показать тем, кто, по вашему мнению, достоин его увидеть. Потому что я, к сожалению, я не могу показать ваше видео своим знакомым. Потому что после первой минуты они скажут все это херня. И получается так, что я понимаю, что вы создаете единственное правильную точку зрения и единственный истинный научный подход. Но я не могу это показать. Понял. Понимаете, вот сейчас сразу скажу две вещи. У вас есть светлый образ того видео, которое вы можете кому-то показать. Мне неведома ваша визуальная картинка, я не знаю, о чем идет речь. Понимаете, там какие-то слова должны быть, какой-то словесный ряд, какие-то предложения, как-то это оформлено. Понятно, что это должен классный диктор, классная съемка быть и так далее. Но сама концепция этого словесного ряда мне неведома. Более того, я вам скажу, вообще никому неведома, кроме вас. Поэтому если у вас есть реальные соображения, прямо сейчас выговариваете. хорошо, есть такой мужик в интернете, который на зеленой доске физик какой-то показывает какие-то эксперименты. Там с линейкой, с шариками, с давлением, там со всякими. Такой мужик лет 70 из какого-то университета. Я не знаю, но выглядит это очень красиво. То есть прям очень красиво. Да, да, понимаю. Это физик преподаватель. Да, это очень красиво. И по моему мнению это как бы картинку мы услышали. Дальше содержание. Информационное содержание. А содержание ваше. Вот и все приехали. Вы выразили недовольство, но не смогли оформить ряд словесных. Что же вы конкретно хотите? Все? Просто переделать картинку? Видео на другую картинку переделать? Какое видео из этих, чтобы вы могли его отправить кому-то? Какое конкретное видео переделать на эту картинку? Хорошо, Виктор Григорьевич, я понял, что вы согласны на изменения и готовы сотрудничать в распространении этой информации под другим видом? Пожалуйста, берите, оформляйте как хотите. Любые наши фрагменты пользуйте. Если не нравятся наши фрагменты, снимайте свои, любые. Распространяйте мы только за. Мы за разумность нашей цивилизации. Других целей у нас. Моя точка зрения такая, что я, поскольку никто и звать меня никак, у меня нету никакого ютуб канала, нету никакого окружения, которое меня смотрит и к кому я могу обратиться. Вы со своей стороны обладаете этим населением, которое вас смотрит. И я, и в том числе, и такие же, как я, находясь где-то, для кого достаточно просто насобирать 100 евро или 500 евро на то, чтобы передать эти деньги вам, чтобы вы смогли аккумулировать эти деньги, найти специалиста, именно специалиста типа продюсера, который сможет оценить за деньги естественно вашу информацию и предложить вариант, что нужно сделать вот это для того, чтобы эту информацию можно было продвинуть реально. То есть, если вы озвучите, что, ребят, давайте для продвижения нашей информации скинемся, кто сколько может, мы собираем в течение месяца. Это написано под каждым фильмом. вот это под каждым фильмом написано успех ну никакой, можно сказать. Вот, вот, я же про это и говорю. Я это не то, что я это прям знаю, что успех никакой, потому что не озвучена конкретная задача. ребят, сегодня собираем деньги вот на такое-то, такое-то. Почему я это говорю? Я периодически, ну, то есть, давно в какое-то время я смотрел тех, кто играет в компьютерные игрушки и, ну, как и записывает стрим. Стрим идет там три часа. Все понятно, то, что вы скажете, понятно, да, но это работает. У нас есть ребята, которые поддерживают наш канал, благодаря этому мы не сдуваемся, понимаете? Вот мы благодаря тому, что наш канал поддерживает, мы не сдуваемся и продолжаем что-то делать. Вот. Какие-то проекты мы и так делаем у нас сейчас ну, в работе несколько материалов, возможно, они вот выйдут как раз в новом исполнении, в новой оплетке, в хорошем видео, в хорошем звуке. Ну, это пока мы над этим работаем. Непосредственно вот эти объявлять мероприятия, мы объявляли там сборы денег на фильмы по гравитации, мы ими занимались. Вы собрали сумму, которая вам нужна? Собрали, мы снимали гравитацию, гравитацию, Но я закончу свою мысль. Ага. Значит, я какое-то время изучал маркетинг, какое-то время я изучал подачу информации, какое-то время я изучал график, какое-то время я изучал риторику. Ну, то есть в разных сферах я немножко чего-то там посмотрел, поизучал, послушал, попробовал и тому подобное. Я вижу, что есть каналы YouTube, где намного больше количества подписанных. Да. И можно каким-то образом с этими каналами, которые продвигают альтернативную точку зрения, можно с ними контактировать. То есть, грубо говоря, спросить у них, ребят, сколько вы хотите денег для того, чтобы озвучить нашу точку зрения. Ценник есть 100%. Это не может быть такое, что ой, нет, у вас какая-то точка зрения, которая не соответствует нашей, мы не готовы даже за миллион долларов, ну, грубо говоря, мы никак не готовы. То есть, всегда есть какой-то ценник. И если этот ценник его озвучивать, для вот, то есть, у вас есть публика, и вы можете это своей публике сказать, что, ребят, мы, первое, нам нужно, то есть, план, план какой-то, какая-то система. Нам нужно... Давайте, давайте, давайте на примере перейду. Знаешь, ребята поговорили на эту тему с Гоблином Пучковым, что вот так далее. Он назвал 2 миллиона денег. Так, я не готов на свою публику делать такие заявки. В принципе, я не готов, если даже... здесь Гобли? Я просто пример. Один из каналов. Понял. Ну, есть не такие. Если у нас нарастет какой-то бюджет, мы лучше его потратим на дополнительные фильмы уже в нормальном качестве без этого. Понимаете? Понимаю. не, если кто-то будет заниматься этим замечательно, если... Мы только за, мы за любую движуху. Если кто-то из наших ребят будет заниматься контактами любыми, вот теми, которые вы озвучили, только за. Если вы будете этим заниматься, зеленый свет, если другой человек, пожалуйста, зеленый свет. Мы за любое сотрудничество, за любое движение. Я сам заниматься не могу, потому что я на пределе возможностей занимаюсь. Вот у меня просто обработать информацию, ответить на почту, переговорить, все звонки, обработать разговоры, входящие, которые я пропустил и так далее. У меня вот день кончается, у меня полностью. Я понял, понял. Выжатый, как мимо. Я не могу уже никуда. Я поддерживаю проект, как могу. Я понял. У каждого проекта, вот я работаю в компании, я работал в предыдущей компании, я работал еще в нескольких компаниях. Везде есть тот, кто решает, что куда будет происходить, что будет делаться. Мы это делаем или это не делаем. Мы делаем это сейчас или делаем потом. То есть, есть какой-то план, есть голова, которая решает, что мы делаем, а что не делаем. Вы сейчас предлагаете другую версию. Вы хотите делать, делайте. Получается так, что это лебедь, рак и щука. Один человек говорит, я хочу делать сайт. Вы говорите, делай. Я хочу заниматься контактами. Делай. И получается, что вот тот, кто делает сайт, тот, кто делает форум, кто делает контакты, тот, кто занимается маркетингом, это люди, которые движутся в разные направления. Может быть, они где-то примерно вектора, их плюс-минус как-то в одном секторе. Но это все равно не движение совместное. Для того, чтобы было совместное движение, нужен человек, который скажет, ребят, все проекты классные, все супер, но первым шагом нам нужно сделать вот это, вторым шагом это, третьим это. Мы тогда соберем какую-то сумму денег и мы сможем сделать вот этот проект, следующий этот проект. Таким образом пойдет какое-то развитие не так, как вы говорите, что вы сейчас поддерживаете, чтобы все не сдулось. Это состояние точки ноль. То есть, если вы перестанете это делать, то оно сдунется. Все, все это сдунется. А надо, а надо, чтобы оно двигалось. Для геометрической прогрессии нужно больше подписчиков, нужно больше финансирования, нужно и так дальше. Для того, чтобы перейти от разговоров, нужен этот человек, ему надо платить зарплату, который должен платить кто. Для этого надо объявить конкурс, чтобы кидать денег этому человеку на зарплату. Или что? А почему нет? А почему нет? Во-первых, нужно понять, какой это человек. Второе, сколько он хочет денег на эту зарплату. Третье, у вас есть публика, которая может сказать, ребят, 30 тысяч рублей в месяц, 50 тысяч нужно собрать для работы этого человека. Дальше, в конце месяца, все, вот на этом этапе просто выдохнули, успокоились, потому что аудитория нашего канала всего там 30 тысяч, так, подписчиков из них, 2000 активных, постоянных, она не набирает какую-то вменяемую цифру для того, чтобы вообще какую-то зарплату делать, чтобы проекты поддерживать, вообще ни на что не набирает. Там есть определенные, определенные цифры, мы не это. Есть цифры, ребята, которые поддерживают нас, вот реально, из года в год поддерживают, но эти бюджеты, они уходят, ну, прямо на необходимые вещи. Я понял. у вас есть какая-то перепись на население, кто сколько может. допустим, я, например, пока я не услышу какую-то конкретную цель, вот вы хотите создать видеоролик, и вам нужно, допустим, там, 150 тысяч рублей. Вот вы, пока эту сумму не наберете, вы не начнете создавать какой-то ролик. Это цифра конкретно озвученная, и озвучены сроки, за которое время вы это дело собираете. Я это увижу, и я оценю для себя, готов ли я участвовать в том, чтобы создать конкретное видео. Получается, что на данный момент вы оставляете контакты, что вы рады пожертвованиям на создание нового видео. Но это как бы это на все и на ничего, то есть нет конкретной цели. И я так думаю, что если вы озвучите конкретный план, то такие, как я, находясь за рубежом, грубо говоря, для нас не сильно трудно заработать деньги, которые можно отправить, чтобы их в России на российских специалистов хватило. Потому что здесь это совсем другой уровень заработка, и намного легче эти деньги зарабатываются, если соотносить их с теми деньгами, которые зарабатываются в России. Если в России 60 тысяч, это считается пределом мечтаний, мне за эту разработку такую премию дадут, я уверен, мы с тобой поедем в отпуск куда-нибудь далеко, наконец-то мы с ней вместе так проведем отпуск, такое будет в отпуск. то здесь норма это каких-то там 200 тысяч, 250. Мы услышали вашу точку зрения, она понятна, все хорошо, хороший план, услышали. Я со своей стороны готов финансировать конкретные проекты, то есть конкретно озвучено, нужно столько-то на вот это вот. если вы озвучите, что у вас есть какой-то план, именно вот мы находим, допустим, там продюсера, продюсер нам скажет, как нужно сделать видео, какое, куда его внедрить, как его спонсировать, как его внедрить, чтобы ваша разумная цивилизация, она увеличилась. Вы говорите, что у вас 2000, которые не увеличиваются. Почему, с чем это связано? Я так думаю, что я не могу ваше видео показать кому-то. Если на примере... Понятно. Вот можно с случаем обращаясь к разумному сообществу. Вот у меня нет времени и возможности заниматься тем, что предлагает мой уважаемый собеседник. Если у кого-то есть возможность делать вот эти планы, находить продюсера и так далее, пожалуйста, подключайтесь. Мы летем в наш канал эту информацию, опубликуем и так далее. Пропустил без комментария одну фразу про лебедь рака щука. Про лебедь рака щука. Не согласен в принципе. Вот ребята, которые подтянулись к проекту, которые в нем участвовали и участвуют сейчас, вот среди них много того, кто принес реальную пользу, кто ее приносит. Есть ребята, которые конкретно понятно, что это наш кадровый состав на будущее, они войдут в проект в будущем, что когда мы доберемся до возможности платить зарплаты и финансировать по-взрослому, это наши ребята. Так вот насчет деби-бедрака щуку в принципе не согласен, делают нормальные вещи. И еще такое тут у меня сравнение всплыло. ребята камень в гору затаскивают на вершину, цель такая есть, тащат, тащат. И вот зрители говорят, хорошее дело делайте, камень тащите в гору. Вот если бы вы еще когда-то тащите, катите его, вы бы еще вот так кривлялись маленько, мы бы тогда вам помогли обязательно. Вот примерно такая ассоциация проскочила. Я понял. Вы можете озвучить вот этот вот сколько вот этих костяк вот этих вот людей, сколько их? С какой целью вы запрашиваете информацию? Вот вообще всех запрашивают информацию? С какой целью? С целью понимания на какой стадии у вас прогресс развития? это 10 человек, то это уже косяк серьезный. Если это 3, то это уже гораздо больше 10, но вот то, что касается информации, я просто с определенной периодичностью заходят люди, задают вопросы, понимаешь, что они вот прям тестируют. Ну разведка, я понял. Понял, понял. Этот косяк, он вами каким-то образом направляется, то есть, ну, кто-то ведет руководство. С какой целью вы задаете эти вопросы вообще? Ради, чего, зачем? Я очень хочу помочь в продвижении этого всего. Если вам трудно, не помогайте, пожалуйста, просто, если вам о нашей структуре, о нашей деятельности, о подробности, о наших проектах, публичных, не публичных, нет желания, нет цели, нет распространяться. Понял, вопросы не задаю, понял. Как-то можно примкнуть к общему направлению, чтобы не было, как вы говорите, лебедь, рак и щука. Если у вас весь коллектив движется в одном ключе и в одном векторе, то, значит, они как-то согласованно все это делают. Значит, есть какой-то план, которому все следуют. Получается, что план есть, значит, этому плану можно помочь, значит, можно как-то поучаствовать в продвижении, в... Заходите, пожалуйста, общайтесь, есть телеграм-канал, там по телеграм-каналам есть комментарии, ребята их читают, если что-то у вас будут конкретные предложения, они вас куда-то позовут, если у вас есть будут возможности и так далее. Ну, хорошо, у меня есть просто свое представление о том, как развивать что-либо. Я немножко изучал, как это делается. Ну, если вы сами откроете направление по развитию, это тоже замечательно. Будем поддерживать вас как можем. Хорошо. Ну, тогда я же не могу заниматься в противоположном направлении от того, какую вы ведете политику, правильно? Мы опять кинуем на... Распространение информации в различных формах, вот в любой форме. Наша задача, у нас сейчас этап распространения информации и выявление наших сторонников, ребят, способных к каким-то действиям из этих сторонников. Вот это наши направления основные. Плюс я занимаюсь продвижением проекта по другим областям. Понял. Хорошо. Я, допустим, могу взять направление продвижения и поузнавать сколько может стоить в тех или иных источниках какое-то продвижение с конкретной целью. Допустим, канал имеет полмиллиона подписчиков, среди них может быть там даже если один процент подпишется на ваш канал или на какой-то альтернативный канал с этой же самой информацией. То есть это будет замечательно. 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 Это будет очень замечательно. Правильно? Правильно. Но если, допустим, если конкретное действие будет требовать каких-то финансов, то одно дело, что, допустим, 100 евро я как-то могу себе позволить, а если это будет 1000, то надо будет либо ждать, грубо говоря, 10 месяцев, либо можно озвучить и каким-то не крупным коллективом собрать и попробовать, работает ли эта идея. Ну, то есть работает ли эта схема. Если работает, значит, можно продвигать дальше. Ну, то есть план какой-то. Ну, давайте публично также, когда у вас будет план, это вот так же запишем в форме беседы, выложим на канал и по отклику народу мы поймем. мне нужно, я так понимаю, чтобы как-то поконтактировать с вашим вот этим костяком, мне нужно написать в телеграм-канал, что, ребят, типа, я здесь и я готов предоставить на анализ или на утверждение там вот такую информацию, то есть мне, опять-таки, я же не могу сам по себе здесь махать флагом. Ну, как бы, я-то могу, но... Можете, любой из наших стройников может сам махать флагом. Но будет ли от этого проблема, что... Вот через какое-то время придет осознание реальности и будет понимание, что делать или не делать. Вот и все. Ну, вы считаете, что один в поле тоже воин и можно тоже... у нас есть в нашем сообществе прям конкретные примеры, что и один в поле воин и так далее. Ну, ладно. Ладно, я вас услышал, понял. Хорошо, я подготовлю ту информацию, которую я считаю нужным. Ну, как, мне нужно ее кому-то показать или как? Вот как ходить по вашему желанию. Делаем, в принципе, одно общее дело. Мы делаем одно общее дело. Те, кто понимает, те, кто с нами, они понимают, что мы делаем одно общее дело. Есть ребята, которые... Есть Александр Гребенко, он просто долго-долго воевал в интернете за нашу информацию и отрезвлял людей. Есть много ребят, кто какое-то направление сам берет, даже не звали, не приглашали. Он просто взял и начал делать. И мы это видим. Хорошо, тогда я сделаю тот план, который я себе представляю, как я представляю развитие событий. Я тогда хотя бы вам его покажу. Хорошо. ребят, вы могли хотя бы его оценить. Вообще это адекватно. Проговорились, порешали, с этим все понятно. Хорошо. Проговорили все или там у нас... Сейчас я пять секунд открою. Ну, в целом, да. Мои вопросы относительно развития проекта, чтобы оно было действительно развитием, потому что я смотрю вас очень давно и эти 34 тысячи подписчиков или сколько там, 8 на YouTube они не меняются последние, не знаю, лет пять, наверное. То ли YouTube брешет, то ли... YouTube брешет это однозначно. По последнему месяцу это прям серьезно стало ясно. У нас одна лига есть подписчики, кто подписался, прям совсем просто срезались и так далее. Прям отрицательная динамика. Все нормально. Но может быть с одной стороны есть у вас подписчики не только из Украины с промытыми мозгами. Каждый десятый у нас с Украины. Вот. Может быть они поотваливались, что вы непопулярную точку зрения озвучиваете, а им мозги уже промылили. Украина с нами каждые десятые они наоборот растут. Понятно. По дальнему гору бежу. Кстати, по Ирландии нас тоже просмотров очень много. Кто-то в Ирландии нас смотрит. Вот в Европейском Союзе достаточно много у вас людей. Я думаю, что если среди них даже озвучишь, ребят, надо тысячу евро собирать на это, я думаю, этот вопрос решится в течение дня. Это проговорили уже много раз. Все, тогда до связи, хорошего дня. Редактор субтитров